парни всем привет с вами макс и сегодня мы попытаемся разобраться что с нашей бмв как вы знаете в петербурге да вообще по всей стране сейчас самоизоляция почти 10 дней проторчали дома просидели выходя только там магазин за едой до мусор выбросить на сегодня вот добрались до нашего автомобиля так как мы в частном секторе по сути мы ни с кем не общаемся никому не мешаем попытаемся завести ваши комментарии я читаю обязательно все все кто пишут парням из казахстана большой привет много кто написал оттуда сегодня мы постараемся выяснить что с мотором получится у нас завести его нет я не знаю так как симптомов никаких не было предыдущий хозяин сказал что он просто заглох и просто еду тащили на веревке окна мы уже поменяли собственно показ все что мы сделали то поменяли стекла передние и задние потом сели домой вот все это время сидели сегодня попытаемся что-то сделать так что приятного вам просмотра парни кстати в этих комментариях написали что кнопка заедает надо собрать стороны типа ударить и так и получилось и она выскочила но и уже стала работать но это вообще мелочь конечно проблем никаких нет все когда стекло менял сняли обивку вся она была на соплях я развалилась ладно это подклеим потом поставим так как ум дохлый напрочь сейчас мы подзарядим ну или даже из бусора лишь предохранители немножко отличается все мужики-то старые давай походу это был ваш не какой-то еще родной которому 30 лет ребят как думаете какой пробег судя по педали газа надо у парней с авторемизора спросить они знают по педалям как все определять ну что надо снимать крышку грамма это все мелочи а все нужно будет да все работало что посмотрим что с грмом насколько он живой и вообще если он там целости и сохранности так сказать вообще скажу парни такой кайф на улице после там 10-дневной недельный двухнедельной самоизоляции как говорится выйти на улицу это просто неописуемо собственно как мало человеку нужно для счастья когда тебя запирают дома причем пока что не насильно да но тем не менее я соблюдена стараюсь соблюдать режим самоизоляции и ты начинаешь по-другому смотреть на жизнь просто кайфово выйти подышать они какие-то там мечты и прочее к тому что человеку немного нужен для счастья не какие-то там супер машины и пароходы а просто жить как говорится ребят самое главное будьте здоровы чтобы эта вся дрянь прошла мимо нас чтобы она как можно меньше зацепила кого-то вообще всех людей не то что из россиян и из белорусов с украинцев казахстана да все со всего мира чтобы это бяка как говорится просто пролетела и было нам уроком о том что что есть более ценное что-то в жизни чем бабло другую руку ключ взял и все уже кажется что крутить туда же надо да нет ремень вообще огонь посмотри никаких собственно даже намеков на то что оборвало там что-то просто в полном порядке так ну что мы имеем а имеем и офигенный ремень грм с которым нет никаких проблем походу он не такой старый никаких трещин вообще ничего он просто просто отличный значит ремень не обрывала так предохранителем и так мельком глянули сейчас аккумулядится попробуем покрутить вообще посмотреть что происходит но то что ремень целый это уже радует хотя кто знает а если там оторвало какой поршень внутри или что-то подобное подведем моторчик и все и просто вот так вот это стоит и все все устраивает грех жалов машину взяли мы достойную по кузову закрепим тросик газа просто на хомутах строительных причем он так сделал что мне кажется может даже из-за этого прикол понимаешь то есть когда ты даешь газу он может зацепиться и просто остаться чтобы не уйти назад смотри нету не увидишь кому то есть мы газуем и он просто остается на месте врубаешься просто газа ну так и я не знаю хватит тормозов чтобы это остановить все на хомутах он каких-то держится все на хомутах кто-то тут лазил все это собирал на тяп-ляп понимаете где-нибудь что-то отходит и уже не дает запустить мотор по его словам да просто ехал и заглох просто ехал заглох может у него соляра кончилась пока он ехал это он крутит это круто мотор крутит судя по всему не поступает топлива не поступает топлива значит что-то у нас это реально будет ржать хотя он не такой дурак жены нет есть показывает ну четверть бака так и было смешно знаешь типа залить солярку и поехать тнвд наш тнвд это обратка обратка здесь все сухо на самом деле знаешь пол невероятно что-то где-то реально просто окислилась ну смотри вот здесь мне нравится да получается это клапан тнвд что же здесь да извините за мат ты прикинь это может быть причиной всех бед ты видишь оборванный провод так что мы имеем мы имеем оборванный провод на клапане управления тнвд тут вообще все разваливается он походу уже от времени просто соизоляция с него просто слезает так называемый клапан отсечки топлива если я не ошибаюсь слушай ну прикол на самом деле дело может быть как раз в этом если парнишка говорит что он ехал и просто тупо остановилась а я не знаю на заведенный наверно ну да так что мы делаем сейчас смотрим весь раз он просто распушенный весь он все с него слезает мы возьмем час его оголим и просто под гайку запустим да и попробуем завести это будет самое элементарное так сейчас мы просто сначала под гайку бросим до проверим будет запускаться или нет если ладно не буду вперед бежать паровоза если она заведется это чудо просто ну а чего он будет заглохла до ремень мы посмотрели ремень целый ремень не оборвала топливо не закончилось старая машина она может сдохнуть в любой момент и говорится что здесь не кратили надо хвостик отсюда убрать ты понял что-то есть близко близко блин прикол просто чудо реально как минимум мотор живой вы я даже не знаю что сказать так мотор живой сейчас погреется ну че можно попробовать прокатиться наверно ну а че не блин просто круто самое главное послушайте как шептит реально для дизеля мне кажется он очень четко работает для дизеля которому 30 лет он работает просто замечательно как трактор такой небольшой скажем но но как надо так ну ка давай ка автомат на месте посмотрим задняя генератор мигает ну реально старый мотор конечно работает громко но работает чисто мне так кажется по крайней мере парни вы как считаете то есть кто знаток старых дизелей на бмв ну я бы сказал нам крупно повезло реально по крайней мере пока мотор конечно все его хай в комментариях говорят что слабый и прочее он завелся какой бы он не был он завелся это забавно хотя вот нам его продавал пацан молодой да он реально походу заглох ему поферу было не до этого а не окна выбили еще вот я бы точно забрали там рядышком стояла 14 по моему попала в кадр на том видео на ней живого места не было у него выбили все по моему окна там уже колеса свинтили не двери сняли это очень быстро ты знаешь иногда идешь вот как то мне было на васильевском жил стояла жигули шаха я каждый на работу мимо нее ходил идешь в один из дней смотрю у нее приоткрыта дверь передняя правая на один щелчок защелкнута и все день два три так стоит херак у нее нет капота просто сняли капот понимаешь потом раз и понеслась даже сняли головку блока в общем разобрали всю машину на это ушло после момента как исчез капот за два дня забрали чему осталось стать кузов там торпедок сиденья и просто ее всю растащили это как вот только без окон она стала стоять значит на ничья значит понеслась так нравится этот звук может быть мне нравится того что она просто завелась а 89 год парков пошел немножко здесь подмяты видать либо соскочил откуда-либо неправильно чтобы до этого поднял он сильно это санник задний масло коробочная со штока выбора тпп который 30 лет и это бомж который мы купили за 40000 гречки ну вот смотри дурка это загрузка выгнила да 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 она сама изгнила до прикол одни счет целую еще целую еще целую загрузку служи на фоне того что мы смотрели похоже на подвесной не но это уже наши наши местные россия уже нет нет это ссср стопудовыми думаешь конечно и механики ну здесь довольно таки сухо машина какого года 90 смотри в 90 в девяностом году немцы ставили датчики износа колодок на наших гулях начали по моему восемнадцатом году ставили где-то в этих цифрах еще лет 300 пройдет и на гулях начнут делать нормальные автомобили они держат или кручу ну вот здесь какая-то лишь пятка тоже порога суши я бы сказал просто просто нормально новая но неплохая все что здесь походу делали люди поменяли глушитель причем при колхозе для его немножко даже так спускаем будет наша первая поездка сейчас на этом автомобиле но не считая того что я сдал назад и заехал в бокс чтобы поднять по днищу как вы видели для 30 лет довольно таки хорошо да все сын все льется и все прочее но мотор завелся это уже круто сейчас едем так ну что первые первые впечатления или первые то что видим не дует печка точнее она включается он только на четвертом положении иначе потеет если не включить горит генератор горят колодки генератор мигает сейчас перестал гореть горят колодки здесь вся подсветка просто здесь погасла точно так же подсветка щитка только с правой стороны крайняя правая часть опять же какие сказал горят колодки и мигает генератор сейчас сейчас убегает так теперь я бы хотел понять как на стекло это сюда вот так навести знаешь я уже давно такого не видел чтобы так передвигать выкатываемся на приморское шоссе на самом деле в салоне дизелька даже особо не слышно как ни странно но из-за того что печка работает только на четверки этого шум весит печки радость была недолгая слышишь это полный газ это полный газ а сколько там спидал метров не нисколько я не вижу темы 60 70 километров в час 70 километров в час мигает это такой ты спешишь прям не можешь поворачивать конечно свежий старый бмв это гонять так парни педаль пол тачка разгоняется очень туго очень туго разгоняется скажем так ну не можешь быть такого что из-за этого дизеля м21 2 и 4 дизель 90-го года по моему 21 это правильно говорю пацаны м21 же это разгоняется очень плохо ребят кто ездил на такой машине или кто-то ездит скажите насколько она вот тупая так скажем вот педаль пол опять же педаль пол а нет 80 он уже разгоняется но очень кстати передачи переключаются то есть даже пинков коробки нет совсем нет то есть ни разу не ударило короче за 13 секунд мы разогнались до 70 километров в час 13 секунд 70 километров в час до сильно ты думаешь должно быть то что должно быть надо начать с турбины да ну и проверю посмотрю завтра если получится посмотри пожалуйста хорошо потому что мы сейчас хотя надо масло снизу то что в коробке нет масла кстати тоже может быть такая здесь неизвестно тоже сколько здесь масло у него такой коробки может быть и коробочное масло тем более там подтекает прям сыт красным причем красным да она новенькая там слышишь она не грязная глянешь хорошо главное что на завелось это уже круто самое лучшее что произойти вообще поехали мы и так очень продуктивный день за 10 дней самоизоляции друзья хотелось бы подытожить сегодняшний день бмв мы завели это чудо но мы ее завели все дело оказалось каком-то обломанном проводке нам повезло можно так сказать вопрос к вам ребят машина разгоняется до 60 километров в час более-менее нормально дальше она просто не тянет то есть за 14 секунд мы смогли доехать только до 70 километров в час то есть быстрее на не едет я даже не знаю поедет ли она вообще сотку как вы думаете что это может быть я не думаю что этот старый двигатель бмвшный просто такой тупой как вот не писали многие да в комментариях что двигатель говно он не тянет он слабый еще и на автомате автомат кстати не пинается ни разу то есть не похоже что он там всего лишь на двух передачах обороты не уходят да он все переключается ведь плавно ни одного удара нет подскажите ребят почему такое может быть турбина тнвд или сам двигатель в чем причина к сожалению серии с бмв будут выходить не очень часто так как из-за вируса все сидим дома но по возможности как мы сможем все записывать обязательно будем выкладывать кто не видел предыдущую как мы искали покупали этот бмв переходите по ссылочке на самом деле очень интересно все что мы посмотрели и видели какой шлаг продают ребят желаю вам большого здоровья вам и вашим семьям чтобы все эти невзгоды и болячки обошли вас стороной и никого не затронули оставайтесь дома и смотрите наше видео всем удачи всем пока